89 тысяч человек могут получить субсидии на оплату ЖКУ в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты. Выплаты положены людям с невысокими доходами. Право на субсидию и ее размер зависят от нескольких факторов. Это количество членов семьи и ее доходы, вид жилого помещения и величина тарифа на оплату коммунальных услуг в районе или городе. И вот для города Барнаула. Если размер среднедушевого дохода семьи для одиноко проживающего гражданина в пределах 20 тысяч рублей, то такой гражданин уже может претендовать на получение субсидии. И право его будет рассмотрено. В начислении субсидии могут отказать. В законе прописано три причины. Первая – задолженность по оплате ЖКУ за последние три года, подтвержденная судебным актом. Вторая – отсутствие регистрации по месту жительства. Третья – отсутствие документа, подтверждающего, что заявитель действительно собственник или наниматель жилого помещения. В остальном, как я уже сказала, он может не пройти по доходам, может не пройти по расходам. Но это уже будут индивидуальные особенности для каждой семьи. Подать заявление на получение субсидий можно на портале госуслуг либо в любом отделении МФЦ. Для этого необходимый паспорт, документ на дом или квартиру, если право на это помещение не зарегистрировано в Росреестре, сведения о незарегистрированных доходах, стипендии, алименты, подаренные деньги и информация об оплате жилищно-коммунальных услуг. Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней со дня обращения, но есть нюансы. Например, вы пришли в первую половину месяца, в январе, с 1 по 15. Соответственно, тогда субсидия, если право на нее будет рассмотрено положительно, будет назначена с января. Если вы обратились с 16 по 31 января, то есть это вторая половина, то тогда субсидия вам назначается уже с февраля. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по телефону Единого контакт-центра 8 800 600 400.